Мы начинаем. Московское время 13 часов 18 минут. Едемка идет у нас? Это точно. Прямой эфир третьей игры. Что, где, когда. Сегодня команда мальчиков. Они бабочки не одели счастливые. Но переживают. Переживают. Напоминаю, что один раз за игру вы можете взять помощь зала. Вам могут помочь родители. Мне кажется, что на 4 вопроса вы должны ответить сразу. Может быть даже и досрочно. На некоторые вопросы сможете ответить. У вас не будет вопросов музыкальных, связанных с прослушиванием музыки. Они вам не попались. Я объясню всем публике, почему капитаны выбирали вопросы сами. Я не выбирал. Чтобы потом не было недовольных, что кому-то я выбрал легче, кому-то сложнее. Таким образом, 4 команды. Капитаны сами выбрали себе вопросы. И с моей точки зрения, у Максима Ганса наиболее легкая рука оказалась. То есть вопросы такие приемлемые он выбрал для своей команды. Итак, мы начинаем первый тур. Кто у нас на секундомере будет? Мальчики, кто? И поснимать надо. Родители тут за вас переживайте. Давайте сделаем послабление. Но если вы сели за стол играть, то уже играйте честно. А то это уже будет ничто, где как брать. Итак, вы готовы? Да. Публика готова. Мы начинаем. Капитан вытаскивает первый вопрос. Номер? Пять. Номер пять. Счастливая сейчас. Тушина. Внимание, вопрос. Прежде чем его задать, я хочу вас спросить. Вы были в Санкт-Петербурге? Да. Вы много видели памятников в этом городе? Да. А какие памятники вы видели? Назовите. Сайковский собор. Медный всадник. Медный всадник. Сайковский собор. Счижик, пыжик. Счижик, пыжик. Еще? Ну, хорошо. Внимание, вопрос. Название какого музыкального интервала выбит на памятнике Петру Первому в Санкт-Петербурге? Время. Интервал? Что ты знаешь? Там ничего не написано. Там написано Тотру Первому. Нет. Знаете, что написано? Кто Первый, значит, один. Может быть, один, потому что Петр Первый. Один, это Том. Прима. Том. Прима. Прима. Пусть будет Прима. Нет? Потом Петр Первый, может, один. Один. Ну, это понятно. Все равно. Ну, кто вы точно? Выбитый. Или? Нет, только выбитый имя. Да, первый. 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 Что принес? Что? Ну да, принес. Примес. Есть. Есть ответ. Я только, прежде чем вы дадите ответ, я хотел вас спросить, какая надпись на этом памятнике, что там написано? Вы все его видели, тем более вы сказали, что это медный всадник. Что там написано? Петр Первый там написано. Это очень важно. Петр Первый там написано. Петр Первый. Я хочу сказать, что у вас не было правильной версии в обсуждении, но если вы сейчас сообразите, вы назовете. Что там написано в этом памятнике? Кто отвечает? Давайте пусть... Петр Первый. Миша, пусть ответит. Миша, я повторю, что я не слышал правильную версию у вас за столом, но если вы вспомните, что там написано, а вы там были несколько раз и проезжали мимо, то ты сейчас ответишь правильно. Итак, Миша, отвечай. Наверное, что ты примы этот интервал. Ну, по-истиному. Что-то по версии нету. Хорошо. Еще какой интервал там написано? Там написано «примо», но это «прима» интервал. Допустим, пускай будет «прима». А еще какой интервал? «прима», который выбит там дословно. Но нету, для этого, к сожалению. Я подумал, что как раз на этот вопрос вы ответ быстро найдете. На памятнике этому написано. Посмотрите, пожалуйста. Вы там были и находились. Петр Первому от Екатерины. Второй секунда. Второй интервал. Екатерина вторая. Поставила памятник. Я, пожалуйста. Петр Первому. Ну, друзья, вы там были. Вы уже видели. Я вам давал еще наводящий вопрос. Вопрос. Секунду, нечего. Один, два, три. Внимательно. Пободрее, пободрее. Да, пожалуйста. Четыре. Тройку выбить. Тройку вообще. Тут надо догадаться. Внимание, вопрос. В каком американском городе возник танец? Назовем его вальс. Подскажем. В каком американском городе возник вальс, для которого характерна пауза в аккомпанементе на третьей четверти каждого такта? Время. Какой городе возник вальс? Город, город. Версии накидывайте, вы молчите. Молчим, это понятно. В каком вообще моменте? В мегаполии, если вы жмите. Мегапольское. Миросаврное. Нет, это не крупный. Может, это не крупный город? Миросаврное. Может, какие здесь не сельские, а провинции? Ну, Лос-Вегас, это танцы. Что там танцы, что ли? Невада. 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 Что такое танец Невада? Нету. Какой вообще танец есть? Время кончилось, можете взять помощь родителей. Подумайте, могут они знать, о них не смотреть. Берете помощь или нет? Я понимаю, версии у вас нет. Вы совсем не перечисляли города американцев. Ну, давайте возьмем. Давайте возьмем. Так, у вас 20 секунд, чтобы помочь. Помогайте. Я думаю, что девальц Бастон от американского городка Бастон. 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 Так, кто отвечает? Бастон. Бастон. Это город Бастон, как бы. Бастон. Девальц Бастон. С помощью родителей вы сравниваете. Не в сухую. Не в сухую. Эти птицы в переводе с греческого значит просто птица. Однако греки ее еще называли большая птица и птица верблюд. Внимание, вопрос. Изменив одну букву в ее названии, назовите мне фамилию известного композитора и дирижера. Время. 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 Есть такая верблюдь. Максим, Максим. А пеликан в холоку? Максим, пеликан. Пеликан. Если перемените, по-нему, там пеликан. Пеликан. Ваня, Ваня, пеликан, феликан. Верди, а что за птица? А что за птица? Теперь поменять букву. Большая птица. Биг. Биг птица. Белорода. Да, божь геликан. Геликон? А есть такое геликонопер? Геликонопер 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 Ну давай Так, кто отвечает? Тихо В зале тишина Это имя известного композитора Джузеппе Верди А птица какая? Птица Птицу мы не знаем Птицу вы не знаете Говорит, что вы Верди Ну а как вы? Ну давайте спросим зал мальчиков Какая у тебя версия? А птица? Чайка Букву изменить надо Какая фамилия известного композитора похожа на название птицы? Грик Птица Грик Внимание, правильный ответ Это птица Страус Заменив вашу букву Мы получим известное композитор Это был легкий Грик 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 не дирижер 2-1 соберите Это был легкий вопрос Тебе понравилось? Грик И не ответил Не ответил Внимание! В 2000-ом году вышел очередной компакт-диск российского авангардного коллектива «Оркестр Альяторики» На диске присутствует 7 композиций общей продолжительностью 50 минут Одной из особенностей диска являются нулевые каталожные номеры штрих-код Все по нулям А место производства обозначено как сделано во вселенной Внимание вопросов Как называется этот альбом? Так сделаем во вселенной все нули Что у нас может быть название? Курсульман Вышло в Россию, да? Вселенная нуля В prioritize Круглая, все Gillian Ноль это не число ну, а как форму нуля, круглая вселенная Не круглая вселенная Круглая вселенная Мне cuidado Круглая вселенная Круглая вселенная может быть? Семь композиций. Семь композиций. 50 минут? 50 минут. 50 минут. 50 минут. Почему? 50 минут. Бесконечные. Бесконечные. Нет, не бесконечные. Ну вот, 0 это бесконечная. Да, нормальная бесконечная. Бесконечная вселенная. Это сложный вопрос. Время у вас закончилось. Название этого альбома соответствует, конечно, содержанию этого альбома. Тоже вам дают такую подсказку. Название альбома соответствует его содержанию. Кто отвечает? Очень хорошо. Кто отвечает? У вас нет ответа? У вас нет ответа. Даже никакой версии? Версия была очень неправильная. Ну, может спросим у зала. Какие версии у вас? Команда юношей. Было предположение каким-то земляням, типа этого. Земляням. Так. Еще? У родителей какие версии? Тоже неправильные? Да. Ну скажите. Бесконечность. Бесконечность. У нас бесконечная вселенная. Итак, в 2000 году вышел компакт диск российского авангардного коллектива. Но любые каталожные манера светят о том, что этот альбом беззвучен. В нем нет никаких звук. Это абсолютная тишина. Альбом так и называется. Тишина. 7 треков. Ну, это вроде кейджа вопрос был у родителей среднего хора. Там нет ничего. Нет никого звучания. Есть дорожки. Идет время. Ну, полная тишина сделана во вселенной. Ну, это был сложный вопрос. Давайте. Счет становится приятным. Подержите, ребят. Капитану помогите. Вы не должны молчать. Накидывайте версии. Даже если кажется, что ерундовые версии неправильно, накидывайте. Вы теряете время. Вы молчите. Ему не из чего выбирать. Все приходит к тому. Да. Старайтесь внимательно. Итак, мы начинаем пятый раунд. Пожалуйста. Один. Здесь вам поможет знание музыкальной литературы. Кто ходит. И литературы просто. Этот загадочный незнакомец некоторое время оставался одной из жгучих тайн истории. А оказался всего-навсего управляющим некоего графа Вайзега. Внимание, вопрос. Как его назвал Кушкин? Время. 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 К Моцарку пришел незнакомый. Моцар. Путыл. Да, Моцарку. Это потом никогда Квиневич писал. Моцарку был, кстати, в Сорвере. Баха. Это что? Что-то неизвестно. Он с Сорверей служил во времена Пушкина. Есть важное, что было после. Сорвер, кто мог вообще прийти к Моцарку? Но нужно выбирать... В Сорвере он любил, чтоб он был страниц? Да. Это значит online. А как Пушкин был? Как его Пушкин? Так называется Моцар? Моцар с Сорверей. Мне сейчас есть маленькие страсти. Нет, ты маме. Моцар с Сорверей? Только это не его Пушкин. Только как его Пушкин назвал? Может они с ней не знакомы с Пушкин? Что значит надо? Как его называть Пушкин? Моцар говорит, что она не старилась смертью. Моё же слово, не старилась смертью. Моцар, пах. Не думаешь, что было. Давайте с Салиери. Как его? Не, так как Пушкин. Время! Мне кажется, вы тихо обсуждали, что приблизительно правильная версия была у вас обсуждения. Вообще, вам надо выбрать того, кто ее дал и кто ответит. Этот загадочный незнакомец... Незнакомец! Некоторое время оставался одной из жгучих тайных историй. Оказался всего-навсего управляющим некоего графа Вальзеля. Как его назвал Пушкин? Это незнакомец. Кто Пушкин его назвал? Кто отвечает? Ваня Ларин. Ваня Ларин, пожалуйста. Нет. Сейчас. Как его назвали? Не его имя, а как его назвали? Да! Это я все на сне. Это я все на сне не был. Это таинственная. Иван? Можно попробовать? Может быть, таинственная не знаю? Таинственная не знаю. Нет ответа. Нет ответа. Юноша, у вас есть ответ? Тут была версия Черномор. Появилась под конец уж когда вопрос потом озвучился легарь, который лечил Руслана. А граф Вальзек при чем? Не понятно. А родители? Да. Вы были близки очень. Выходили около. К нему пришел черный человек и заказал рейк. Да. Таинственные незнакомец. Вы были близки. Руслана. 4-1 уже нервничать нечего. Расслабьтесь и начинайте уже играть. 9. Здесь тоже должно помочь знание музыкальной литературы. Правда, я не знаю, проходил ли кто-то из вас, но подозреваю, чтобы проходил. Несколько лет назад в Соединенных Штатах Америки, это известное произведение Сергея Прокофьева, музыканты отказались играть. Так как усмотрели в нем пропаганду экологического насилия. Внимание, вопрос. Что это за произведение? Время. И оно у вас точно есть в программе музыкальной литературы. Что-то знаете, кто-то про Кофе. Кто-то проходил, я вообще не прохожу. Я тоже не прохожу. Он прохожу. Не прохожу. Так, что за насилие? Прокофьев, что Прокофьев написал? Нет, Палеша у меня это не Прокофьев. Насилие было. Нет, ну что-то если там насилие было. Максим, если там насилие было. Насилие, может, вальс, не знаю. Насилие. Насилие, вальс, может. Какой-то с природой связанного звания. С природой. С природой. С природой. Ну, может быть. Так, Прокофьев, я бы не сам родился. 10 секунд. Ну, блин. Какой-то с природой связанного звания. Какой вселенный звания. Какой вселенный звания. Даже не его звания. Так, 5 секунд. 5 секунд. Нет. У нас нет ответов. Нет ответов. Спросим у команды юношей. Есть ли ответ. Творить, что творить. Найти название этого произведения в оперепеснике «Петий Волк» Я была такая идея, что это из «Ной Царь», но я не помню, кто написал это. Это даже не русский. Не, ну я не помню, просто есть такая... Это единственное, что у меня вообще связано с природой. О чем это в произведении? Ну, царей. Смертие. Насилие где? Ну, кто за «Петий Волк»? Петий Волк, правильно. Петий Волк. Че за большое название? Андрей, Андрей. А если вы сейчас не делаете, вы сейчас скажете? Последний. Много зависит от того, что вытащишь. Миша, один. Здесь тоже вам пригодится на знание музыкальной литературы. Первые четыре вопроса еще сравнительно вам везут. И вот первый уже. Ну, вот такова судьба. Оба. Оба они еще в детстве начали исполнять музыку. Среди произведений одного — «Увертюра» — «Сон в летнюю ночь». Итальянские и шотландские симфонии. Другой прославился, в частности, своими фортепианными концертами. И один из таких концертов даже состоялся у нас в студии, по-моему, года два назад. Каждый из них также написал по произведению, которое слышал практически каждый. Правда, совершенно в разных ситуациях. Внимание, вопрос. Назовите обоих композиторов. Один немец, другой поляк уже, ладно. Время. Может, он с Валькирией? Мусорг. Мусорг. Немец и поляк? Какого-то немца надо называть. Немец и поляк. Немец и поляк. Немец и поляк. Я вообще не знаю. Польский композитор. Я забыла. Что висит на уроке? Немец — это бак. А битховин? Немец — это бак. А битховин? Да… А битховин жалко? Поляк, что ли? Польский композитор, очень известный. Замayı воев 나쁜. Тихо шоу. А фамилию? Шопен? Шопен. Это польские композиторы? Да. Бах и шаппэн. Да. Их очень известный он. Немец и опыту. Немец и опыту. Немец. Немец. Моссер для них. Немец. 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 Срочный ответ до минуты дается, но... Хорошо, скажу сразу, что это не бах. Кто отвечает? Одна версия правильная была. Я повторю вопрос, а Максим подумает, кто ответит. Оба они еще в детстве начали исполнять музыку, но Моцарт австрийец. Среди произведений одного повертюра «Сон в летнюю ночь». Итальянская и шотландская симфонии. Другой прославился, в частности, своими фортепианными концертами. Каждый из них также написал по произведению, которое слышал практически каждый, но в совершенно разных ситуациях. Внимание, вопрос! Назовите обоих композиторов. Кто отвечает? Миша, я не знаю, что говорить. Не знаю, что говорить. Вот Андрей ответил. Что говорится на обидную Ваню? Пожалуйста. Может, это был Штраус и Шопен. Штраус и Шопен. Какие два противоположных сочинения, которые вы знаете? Вот каждое. Что вы знаете Шопена? Какое сочинение вы все знаете точно? Шопена. Самое известное. Трагическое. Трагическое. Может, для звонки? Эликсон Драматурнич играл. Так. Внимание, правильный ответ. Сон в летнюю ночь. Итальянскую шотландскую симфонию написал Феликс Мендельсон. В первыми концертами проставился Шопен. Мендельсон написал свадебный марш, а Шопен написал марш похоронный. Но поскольку вы Шопена ответили все-таки, я считаю возможным засчитать вам очко. Вы бы хоть сказали тогда это, свадебный марш, тогда бы я догадал. Если бы... У меня все мало. Вы молчите. Вот так. Если бы свадебный марш, тогда бы я догадала что-то еще. Я бы вам звонил марш. Какой? Восемь. Восемь. Мы с литературы. Внимание, здесь тоже надо догадаться. Догадаться. Ой, это все. В 1992 году известный английский певец, и композитор Эрик Клэптон выпустил новый диск под названием «Отключенный от сети». Внимание, вопрос. Какова главная отличительная особенность песен, вошедших в него? Вопрос понятен? Нет, можно еще? Мне кажется. Тихо. Эрик Клэптон выпустил новый диск под названием «Отключенный от сети». Вопрос. Какая главная отличительная особенность песен, вошедших в него? Там были инструменты без электричества, которые не летят на гитаре. Нет. То есть, само, то есть, типа, все это... Бытовые. Нет, может, все инструменты, кто там были без электричества... Нет, ну, может, еще это... Но эти песни были написаны где-то далеко от города, там, конечно... Нет. Ну, типа, там... Обычно на балалайке может быть. Да нет. Да нет. Нет, может быть, те инструменты, которые могут работать только без электричества. От электричества. Например, балалайка. Я не разумею. Гитаровые. Гитары. Гитары. Ударные. Да, да. Духовые струны. Ударные. Это ударные инструменты. Может, народные инструменты? Потому что гитара деревянная может работать с электричеством, просто... Гитара, ударные инструменты. Может, где-то это было написано еще вдалеке от города, где-то в лесу, там, каком-то гудном. Народные инструменты. Ну, может, я думаю... Максим. Я думаю, просто инструменты, которые везли в качестве. А может, это еще песни? Эти песни были где-то еще написаны? Это глуши? Я думаю, нет. Ну, блин. Время. 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 Пожалуйста, кто отвечает? Я могу сказать, что правильная версия у вас была ухажения. Наконец-то. А так, Максиму надо теперь решить, кто ее дал. Кто будет отвечать или ответить самому. Вспомни, какие версии тебе давали, скажи, пожалуйста. Какие версии тебе давали? Народные, без электричества и... Народные? Да. Без электричества. Без электричества что? Народные и запятая. Инструменты. Без электричества. Два. Вот тебе надо выбрать одну из этих версий. Одна из них правильная. Да, 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 да. Или отвечай сам, если ты не помнишь, кто ее дал. Убирай и отвечай. Давай Миша. Миша Морозов. Я считаю, что это инструменты, которые работают без электричества. И на них крали, как и все песни. Ничего. 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 Ничего не проехали. Так, поехали Соберитесь, есть вопросы легкие Три Внимание Он уничтожает действия двоих Но сам действенен Лишь до конца деликатной линии поведения Он уничтожает действия двоих Но сам действенен Лишь до конца деликатной линии поведения Внимание, вопрос Кто он? Пластиковый Уничтожает действия двоих Может и ручки, и карандаш Тема музыки Что у нас уничтожает двоих? Это знак двоих Действия двоих Пекарма Тихо, тихо Нет, не пекарма Какой-то знак, который прикрывает все звуки Звуки? Это не инструмент, скорее всего Пекарма Пекарма, а почему не пьяна? Может быть, это пьяна? Каждый такт То линия этой Такт, это та линия, которая обрывает его действия Да Пьяна? Ну не пьяна Линия, в общем, это линия такта Пекарма делает звуки противоположные Два звука Может пьяна сейчас? Нет, это линия той, которая ограничена Я сейчас зачитаю поражение команды Мы не слышим Потому что вы шепчете губами название правильного ответа Это точно Линия такта, это та линия автора Автоматически Это пекар, я говорю Пекарма Так, время Миша говорит Назови версии, Максим, какие тебе давали Пекарма, линия такта, диез И пьяна Я зачитаю еще раз Кто отвечает? Миша Миша, для тебя зачитаю Он уничтожает действия двоих Но сам действия между конца деликатной линией поведения Стоп он Уничай Миша Уничтожает действия двоих Мажор 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 Какой действий уничтожает мажор Каких двоих Миша Дубль Бекар Еще раз Мажор или бекар? Бекар Действия диеза и бемоля Уничтожает декар до тактовой черты Я хочу сказать, что больше поправок никаких не будет Я вам дал второй раз обширить Больше поправок не будет Соберитесь Капитан Квадратик Какой номер? Девенадцать Какого нет? Я переборщил Два вопроса осталось Два Так соберетесь Если это догадаем Будет ничьи Два Да? Второй вопрос? Я хочу сказать, что Осталось два легких вопроса Но это отсложнее не может И вам по силам игру вытянуть Вот если вы на этот вопрос дадите правильный ответ Догадаетесь То мне кажется На следующий последний вопрос Вы ответите точно Но я приму Только Один ответ Страдивари Гварнери Амати Знаменитые Скрипичные мастера Их имена Вам знакомы А знаете ли вы Налимова Зюзина Галиниса Соцкого Внимание Вопрос Что Делали Они Время Сотки Если Стофик Трое Стофик Сейчас запомнился Смотрите Если вот эти Известные Если Эти Извечные Если Извечные Извечные Баян Может Баян Баян Не знаю Баян Русский Ну Русские Фамилии Они все Русские Мне кажется Страдивари Это итальянские Фамилии Итальянские Скрипка Итальянская Значит Эти наши Они делали Русские Русские Скрипки Балайки Русские Народные А что у нас Играется На этом На чем Гусли Что у нас Играется Гусли Гусли Да Гусли Гусли Все будет Зависит От того Кому Ты дашь Максим Свой ответ То есть Это гусли И Балалайки Прошу Кто отвечает Все зависит От того Кому Ты дашь ответ Я могу ответить Пожалуйста Это Балалайка Не делай Балалайки Нет Кто сказал Гусли Саша Я не слышал Кто сказал Саша Налимов Зюжин И Галиня Сысоцкий Максим Саша Делали К сожалению Балалайки По аналогии С деревом Работаем Там Стрепка У нас Галалайки Разве После Они не из дерева Они не из дерева Саша На Саша Саша Время! Пётр Первый. Не по Екатерины, а Пётр Первый. А в Австрии? Дождяк. Смотрите, нет, потому что, смотрите, Пётр Первый, потому что брала дефература. У нас с дефературой связаны и с музыкой, и с темой. Это может быть Ломоносов. Ломоносов? Нет, а Ломоносов есть, видите? А, нет. Ну, смотрите, Пётр Первый. А что он у нас в России? Памятник Ломоносову. Смотрите, там уже кто-то... Или Ломоносова. Или там вообще было 10 долларов. А какое говорили про Ломоносова? Ну, Ломоносов, давайте представим. Ломоносов, ну, как-то он так. Там медный всадник или нет? Медный всадник. А что там была физика? Ломоносов психиатринга, кстати, заправлял? Он... Ломоносов, он всё. Смотрите. Да, Пётр... Пять тысяч самая большая купюра, значит, он больше всего... А может, Энштейн? Энштейн, он физик-химик. Ну что, Ломоносов? Смотрите. Ломоносов. Может, это Пётр Первый? Потому что... Пётр Первый то же самое. Ну, потому что он учился, он, знаете, заграничный... Пётр Первый, Австрия освобождал, нет? Пётр Первый, Австрия... Екатерина была жената на принте Австрии. Время! Кто будет отвечать? Я прочту вопрос, после того, как мне Максим скажет, кто будет отвечать? Да, сам Максим ответит. Я и отвечу. Ты ответишь. Я хочу во второй раз напомнить тему нашей игры. Тема нашей игры, вообще-то, музыка. До 2000 года на купюрах в 20, 50, 100, 500 и 1000 австрийских шиллингов изображены. Неважно, кто там изображён. А вопрос такой. А кто изображён на самой крупной купюре? Тихо! Материна. 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 5 тысяч шиллингов. Материна. Он австрийский композитор. Известный. Очень. Ну вот теперь, ты мне как капитан и ответишь, ты ответил при помощи подсказки. Ниша Мороз, ты подсказал. Я согласился сам. У вас такой версии, как я сказал? Он догадался в процессе задания вопроса, и ты ответил с его подсказки. А может быть это не Моцарт? А как же Гайден, король симфоний? Соса был более знаменитый. Юноша, а вы как считаете? Кто это? Шопен исходил из того, что австрийский композитор... Нет, ну я про Австро-Венгрию услышал, а вот про Австро-Польшу как-то не будет. Честно говоря. Родители. Тоже Моцарт. Ну что, я вам пытался подсказать. Я пытался вам сказать, что может быть не Моцарт, но вы решили, что дружно, что Моцарт. Я сделал для вас все, что мог. Моцарт. Можешь посмотреть на эту купюру, она перед тобой. А кто это? Моцарт. Моцарт. С помощью родителей и моей доброты мы одержали трудовую победу 65. Молодцы. Давай, давай. Давай! Субтитры сделал DimaTorzok